Это программа Оперативный отдел Явлазладковский. Здравствуйте! Я и мои коллеги в ближайшие 10 минут расскажем о происшествиях и наиболее заметных событиях в Нижнекамске и за его пределами. Воришки одеваются к весне. Серия краж обрушилась на нижнекамские магазины. Два разбоя в одну ночь. Пострадали бар и автозаправка. Догонялки с запахом перегара. Полицейским Казани удалось обезвредить угонщика. Обманывала пенсионеров, подменивая деньги на резаную бумагу. Как всегда, во всем виновата порча. Начнем с новостей Нижнекамска. Несколько воришек сходили за обновками. Пока продавцы были отвлечены, происходила кража. Но камеры видеонаблюдения все зафиксировали. Таким образом, неизвестный, находясь в магазине спортивной одежды, украл кроссовки и спортивный костюм. Вы сейчас видите, как все это происходит. А несколькими днями раньше в другом магазине была украдена мужская куртка стоимостью 6,5 тысяч рублей. Просьба ко всем, кто обладает информацией, которая поможет установить личности воришек, позвонить в полицию по телефону, указанному на экране. Вознаграждение и анонимность гарантируются. Полицейские набережных Челнов задержали буйного мужчину, совершившего за ночь два разбоя. Угрожая пистолетом, он похитил из билярного клуба и автозаправочной станции в общей сложности около 15 тысяч рублей. В полицию позвонила работница АЗС и сообщила, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил ее, отняв 7 тысяч рублей. Мужчина был пьян, и работница АЗС не стала заправлять его авто. Тогда водитель сел за руль и заблокировал машины и вход в магазин при заправочной станции. Затем он достал пистолет и потребовал деньги. Был объявлен план перехват. Спустя время грабителя удалось обнаружить. Злоумышленник попытался оказать сопротивление, направив на полицейских пистолет, но был обезоружен. Задержанным оказался 43-летний житель Елабужского района. Часом ранее он совершил аналогичное преступление в билярном клубе. Ну а сам грабитель выразил свое восхищение работой сотрудников полиции. Когда сотрудник ГАИ остановил меня на светофоре, я понял, что уже все, беда. Я поэтому начал пытаться уйти. Но потом меня здесь догнали. Я виноват. ГАИшники сработали наилучшим образом. Просто супер сотрудники. Похищенные деньги изъяты. А что касается оружия, то им оказался всего-навсего пневматический пистолет. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Нижникамске ограбили квартиру. Неизвестные взломали замок и проникли в комнату дома номер 13 по улице Корабельной. На этот раз злоумышленники похитили старенький телевизор, DVD-проигрыватель и пару вещей из гардероба. Воришек удалось задержать. Как выяснилось, нежданные гости совершили кражу с намерением обменять украденное на психоактивные вещества. Позже и стало известно, что они были таксикоманами. Угон с запахом перегара. Поздно ночью в полицию поступило сообщение от жителя Казани, что его машину угнали. Мужчина подрабатывал таксистом. И тем вечером, подвозя нетрезвого пассажира, остановился у магазина купить сигареты. Выйдя на улицу, через несколько минут он не обнаружил своей машины и позвонил в полицию. На улице Бигачева была обнаружена автомашина такси, которая, не доехав до нас, повернула во дворы. После чего мы начали данную автомашину преследовать по улице Академика Глушко. Напротив дома 41 данная автомашина была задержана. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Задержанный всячески отрицал свою вину и был доставлен в отделение полиции Азина-2. По данному факту было возбуждено уголовное дело. География преступления обширна. Существуют и так называемые гастролеры. Так, например, в Омске полицейские задержали аферистку, обманувшую нескольких пенсионеров из Татарстана. В одном из эпизодов мошенница, расположив к себе пожилую женщину, открыто похитила все ее сбережения, на которых было якобы наложено проклятие. Для проведения обряда очищения пенсионерка передала аферистке по ее просьбе все хранящиеся дома деньги – 245 тысяч рублей. Проведя несколько манипуляций с завернутыми в газету купюрами, незнакомка отдала сверток хозяйке и успешно покинула жилище. Подмену денег на куклы доверчивая бабушка обнаружила лишь спустя некоторое время. По описанным приметам оперативники установили подозреваемую – ею оказалась 31-летняя жительница Саратовской области. Поиски были осложнены тем, что аферистка кочевала по российским регионам, часто представлялась чужим именем. Несмотря на это, оперативники уголовного розыска вычислили ее и 25 марта задержали в Омске. При проведении очной ставки потерпевшая познала злоумышленницу. Кроме того, сотрудники полиции установили причастность задержанной еще к ряду аналогичных преступлений в Бугульминском, Чистопольском и Мамадырском районах. Во всех случаях аферистка обманывала пожилых татарстанцев под предлогом снятия порчи. Общий ущерб составил более 400 тысяч рублей. Однако стражепорядка не исключает, что подобных эпизодов в криминальной биографии задержаны гораздо больше. Всех, кто опознал подозреваемую, необходимо обратиться по телефону 02 или 112. МВД Татарстана напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников и не лишиться своих сбережений, необходимо помнить о простейших правилах личной финансовой безопасности. Всегда нужно убедиться в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных. Даже если они представились сотрудниками полиции, радиостанции, оператора сотовой связи, работниками банка или вашими родственниками. Ни в коем случае не выполняйте советов неизвестных, касающихся операций с банковскими картами. В том случае, если вам предлагают снять порчу с глаз, купить золотые украшения, дорогую вещь по низкой цене, звоните родственникам и знакомым, которые компетентны в данных вопросах. Ну а если к вам в дом просятся посторонние люди на ночлег или попить воды, требуйте паспорт, запишите данные, привлеките внимание соседей. В случае же, если вы считаете, что вас попытаются обмануть, немедленно звоните 02. В полиции вам помогут. Сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Казани была приостановлена деятельность нелегального казино. Вход в игровой салон осуществлялся строго по звонку и только для определенного круга клиентов. Администратор открывала входную дверь, которая была оборудована электромагнитными замками. В момент проверки в помещении находилось 5 игроков, 3 охранника и администратор. Из заведения оперативники изъяли 33 игровых аппарата, 15 моноблоков, приспособленных для игры в покер и рулетку. По данному факту возбуждено уголовное дело незаконной организации проведения азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. По подозрению в совершении данного преступления задержано четверо жителей Казани. В Нижнекамске переизбрали помощника уполномоченного по правам человека. В очередной раз на эту должность назначена Тамара Трошина. Общественный помощник ведет прием граждан каждый вторник с 2 до 5 часов вечера. Прием и консультирование граждан по правовым и другим вопросам ведут юристы и адвокаты по понедельникам и четвергам. Представители Нижнекамской городской прокуратуры проводят прием граждан в общественный приемный 1 вторник месяца. Военнослужащие внутренних войск МВД России в Татарстане отметили 205-ю годовщину образования. В войсковой части номер 5598 внутренних войск прошли праздничные мероприятия. День внутренних войск МВД России учрежден указом президента Бориса Николаевича Ельцина в 1996 году. Внутренние войска ведут свою летопись еще с 1811 года, со дня подписания высочайшего указа императором Александром I. С тех пор солдаты правопорядка с честью и достоинством стоят на страже тишины и спокойствия нашей Родины. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравили командир отряда спецназначения полковник Руслан Гарифуллин, заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. За успехи в службе офицерам и бойцам были вручены ведомственные награды. На сегодня это все. До встречи на следующей неделе. Всего доброго. Это программа «Оперативный отдел». Новая новостная лента в сети интернета. Медиа НКНХ РУ. Важная информация из различных сфер жизни. Общество, политика, криминал, культура, экономика, спорт, наука и медицина. Все, чем живет город и что волнует нижнекамцев. Обсуждение, комментарии, форум. Медиа НКНХ РУ. Достоверно, оперативно, всегда рядом. Медиа НКНХ РУ. Достоверно, оперативно,